Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион». Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Заплати налог и спи спокойно. Губернатор взял под особый контроль сбор налоговых платежей. Повторится ли бархатный сезон в этом году? Прогноз синоптиков и рецепты горожан, как пережить плохую погоду. Меч Черноморья остался в Анапе. В нашем городе прошел военно-исторический турнир. Исполняющий обязанности глава Анапы Юрий Поляков встретился с предпринимателями ярмарки на Крепостной и предложил создать специальную комиссию для детального изучения создавшейся ситуации. Начиная с 1996 года территория по так называемым казачьим рынкам никак не оформлена. Участок не состоит на кадастровом учете и не зарегистрирован за пользователями, а большая часть строений на нем самовольные. Возможность оформления в соответствии с законом территории ярмарки и рассмотрит комиссия. Анапчане согласились с этим решением. Тему о судьбе ООО МТК «Восточный» и ярмарки на Крепостной поднял заместитель атамана Анапского городского казачьего общества Дмитрий Титаренко на приеме у депутата Госдумы Ивана Демченко. Сегодня на встрече с исполняющим обязанности главы города-курорта атаман Анапского городского казачьего общества Сергей Бурлуцкий сказал, что его подчиненный не был уполномочен решать эти вопросы и сделал это самовольно. Вопросы о торговом комплексе «Восточный» собравшиеся обсудили первым. Над территорией проходят высоковольтные линии электропередачи. Это небезопасно для работников комплекса и многочисленных посетителей. Сергей Бурлуцкий сказал, что для переноса ЛЭП подготовлены документы и пройдено согласование. Ситуацию по ярмарке на Крепостной прокомментировала заместитель главы Анапы Светлана Яровая. Она отметила, что большая часть расположенных на территории ярмарки строений является самовольной. Кроме того, земельный участок не оформлен в соответствии с действующим законодательством. Бюджет города-курорта ежегодно теряет значительную сумму в виде невыплаченных налогов. Эти факты стали поводом для обращения в суд. Выслушав из своих подчиненных и инициативную группу, исполняющий обязанности глава Анапы Юрий Поляков предложил, для объективного рассмотрения будет создана специальная комиссия, подняты все документы от момента появления так называемого казачьего рынка. После проработки вопроса стороны соберутся тем же составом для поиска оптимального решения. 69 налоговых уведомлений уже получили анапчане. Напомним, срок уплаты налога на имущество истекает 1 декабря этого года. О налоговых сборах в частности и бюджетной политике в целом говорили сегодня на часе контроля, который еженедельно проводит губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Собственные доходы бюджета Кубани на 2018 год планируется увеличить до 250 миллиардов рублей. При этом глава региона Вениамин Кондратьев подчеркивает, бюджет должен отражать существующие потребности жителей. По итогам 9 месяцев в консолидированный бюджет края поступило более 180 миллиардов рублей собственных доходов. Вклад Анапы – 4 миллиарда 264 миллиона рублей. Это на 382 миллиона рублей больше, чем за аналогичный период 2016 года. Положительную динамику необходимо сохранять, отметил исполняющий обязанности главы Анапы. Сейчас наступило время для сбора различных видов налогов, в их числе налог на имущество физических лиц. Из 81 тысячи налоговых уведомлений в Анапу поступило 71 тысяча. Большая часть уже роздана налогоплательщикам. Напомним, срок уплата налога – 1 декабря. Юрий Поляков вопрос налоговых поступлений поставил на жесткий контроль. Каждую планерку во вторник будете докладывать мне, сколько мы собрали за неделю, сколько налогоинспекция собрала. То есть мне нужно знать, на каком этапе, в каком движении мы находимся. Тем временем коммунальная служба Анапы проверяет готовность городского хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода. Инфраструктура теплоэнерго, крупнейшего в городе поставщика тепла, полностью готова к началу топительного сезона. Об этом в беседе с нашим корреспондентом сообщил генеральный директор компании Алексей Фисенко. Какие прогнозы в этом году на начало отопительного сезона, когда дадут тепло? По прогнозам гидрометцента, 8 градусов среднесуточная температура окружающего воздуха пока не ожидается. Температура окружающего воздуха гораздо выше. Прогнозировать и говорить о том, что будет через 10 дней, я не могу, но в ближайшую неделю будет тепло, люди еще купаются в море. Все ли готово к началу отопительного сезона? Готовность акционерного общества теплоэнерго к осенне-зимнему периоду 2017-2018 100%. 17 котельных и 23 центральных тепловых пункта готовы и ждут команды. По прогнозу синоптиков, эта неделя станет плавным переходом от бархатного сезона к окончательному наступлению осени. Температура воздуха будет варьироваться от 13 до 17 градусов тепла. Возможно, небольшие осадки. Впрочем, по словам жителей и гостей города-курорта, пасмурная погода совсем не мешает прогулке. Многие вышли на улицу с детьми. Отдых на свежем воздухе предпочли и школьники. Погода прекрасная. И солнце светит, и тучки ходят. Так что погода в Анапе вообще-то хорошая всегда. Тут уже грех обижаться на погоду в Анапе вообще, на воздух. Гуляем мы в любую погоду, и в пасмурную, и не в пасмурную. У нас такой принцип. Я люблю гулять, например, в телефон играть. Лучше не делать уроки. Гуляю вот с ребенком, например. Постоянно на этом памятнике каждый день. Если на улице тепло, то прежде всего выйти и погулять. Понаслаждаться такой осенью. Ведь сейчас начинается такая погода, когда и листья желтеют, и на улице становится прям так все ярко и красиво. А когда оно похолодает, сидеть дома и смотреть в окно на всю эту красоту. На курорте полным ходом продолжается вакцинация местного населения от гриппа. Работники бюджетной сферы уже сделали прививки. На очереди сотрудники силовых структур и общественные организации. Первыми в этом ряду выступили представители районного казачьего общества. В штабе казаков этим утром многолюдно. Почти 80 человек пришли на вакцинацию от гриппа. Для казаков это необходимость. Находясь во время патрулирования в постоянном контакте с людьми, они попадают в зону риска. Этот опыт мы уже проводили еще в прошлом году. Казачья дружина была привита. По анализу, который я совершил, за больничные листы, кто болел когда. По сравнению с предыдущими годами, процент заболеваемости снизился на 15%. То есть меньше казачьей дружины, сотрудников стало болеть. Поэтому было принято решение провести вакцинацию и в этом году. Эпидемия гриппа явление ежегодное. И самое опасное здесь не столько само заболевание, сколько осложнение после него. В этом году ожидается нашествие сразу трех штаммов этого вируса. И главное здесь профилактика. Вакцина с авигрипп успешно справляется со всеми. Вакцинация очень хорошо продвигается. Большую часть организаций мы уже привили. В первую очередь это у нас было, естественно, медики, образование. Сейчас вот до казачества дошли. Осталось у нас немножко организации. Для успешного преодоления эпидемиологического барьера необходимо привить не менее 40% местного населения. Сейчас на очереди сотрудники санаторно-курортной сферы и работники торговли. Вакцинация продолжится до середины ноября. На базе археологического музея Гаргипе состоялся второй военно-исторический турнир «Меч Черноморья». Участники мероприятия – это члены различных клубов, занимающиеся исторической реконструкцией, опытные участники и новички. Гостей принимали воспитанники военно-патриотического исторического клуба «Черномор». Первый турнир «Меч Черноморья» прошел в начале года и сразу приобрел популярность. Поэтому организаторами мероприятия, в роли которых выступили Центр патриотического воспитания «Ратмир» и военно-исторический клуб «Черномор», приняли решение собраться вновь. Костяк клуба «Друзья детства». И мы изначально еще интересовались историей в школе, потом, естественно, нашли в интернете таких же ребят, любителей истории, которые занимаются военно-исторической реконструкцией. Решили попробовать. Я думаю, что у нас все-таки получилось. Именно идея такая – проводить турнир, потому что во всех городах Косдарского края и во многих городах России проводят подобные мероприятия. Почему в Анапе не было? Ну и мы решили проводить то же самое. На эти состязания прибыли более 30 участников из разных городов Краснодарского края. По традиции бои проходят на территории археологического музея Горгипия. Специально для таких мероприятий здесь построена настоящая гладиаторская арена. С трибун любой желающий может абсолютно бесплатно понаблюдать за зрелищными поединками. Наше сотрудничество достаточно такое плодотворное и долговременное, скажем. Множество конференций, которые проходят под инициаторами являются и Ратмир, и музеи. Мы помогаем друг другу. В общем-то мы такие, скажем так, союзники. Поэтому, естественно, любое начинание этих ребят всегда принимается за. И поэтому наша площадка, я думаю, как нельзя лучше подходит для подобных событий. Бои проходили в номинации «Щит-меч», «Командные бои» и «Вольная номинация». Обязательным условием допуска к соревнованиям является экипировка бойца. Общий вес доспехов достигает почти 25 килограмм. Поэтому здесь побеждают самые выносливые бойцы. Денис Денисов приехал из Славенска на Кубани. И уже в первых боях показал хорошие результаты. В жизни он обычный программист, системный администратор. Исторической реконструкцией занимаюсь около пяти лет. Почему пришел в этот спорт? Интересует, во-первых, изучение истории нашей родной родины. Потому что у нас сейчас назревается проблема, когда наши потомки не помнят вообще историю. Где мы были, что мы делали и так далее. Отчасти это интересно, а отчасти интересует как своего рода хобби и вид спорта. Я думаю, это не более травмоопасно, чем любой другой контактный вид спорта. Это как та же самая, допустим, борьба или бокс, например. Если здесь соблюдать правила безопасности и уважение к сопернику, то есть не бить в непоражаемую зону, то в принципе дальше Синяков дело не пойдет. По итогам турнира в номинации «Щит-меч» первое место занял Александр Тымченко, клуб «Клинок» из Анапы. В вольной номинации первое место у Максима Литовченко, клуб «Гулинбургский» Краснодар. А в командных боях сильнейшим стал военно-исторический клуб «Тьму-Таракань» из Темрюка. Осень в Анапе – идеальная пора для тренировок яхтсменов. Причем собираются не только новички парусного спорта, но и профессионалы. В яхт-клубе имени адмирала Ушакова на учебно-тренировочные сборы приехали десятки спортсменов из разных городов нашей страны. Цель одна – качественный и в краткие сроки подготовиться к чемпионату России по парусному спорту в олимпийских классах. Для этих семерых анапчан сегодня знаковый день. Чуть менее двух лет назад они пришли в Анапский яхт-клуб имени адмирала Ушакова. А сегодня им вручают международные сертификаты на право управления маломерными яхтами. С этим документом юным мореплавателям открыта дорога на состязание международного уровня. Хотя еще в недалеком прошлом многие не подозревали, что яхтенный спорт займет главное место в их жизни. Софью Юнчикову привела в клуб подруга. Я вообще не знала, что существует такой спорт. Я ходила в художку со своей подругой Викой. А Вика уже знала, она пыталась, но он был очень дорогой и платный. И когда она узнала то, что он бесплатный набирается группа, она позвала меня. И мы вместе пошли. Я вообще не думала, что я буду продолжать этот спорт, но все-таки я продолжила. Сейчас на сборах находится более 40 человек. Спортсмены тренируются в классах 470, парусная доска, а также в детских классах оптимист и лазер. В числе участников сбора как начинающие, так и опытные яхтсмены. Денис Грибанов в прошлом году на международной летней олимпиаде, которая проходила в Рио-де-Жанейро, завоевал 13 место. Он считает, что Анапа – это лучшее место подготовки к соревнованиям всемирного масштаба. Анапа – это просто географически очень хорошее место. И яхт в Анапе просто необходим для подготовки основной команды нашей страны. Потому что многие спортсмены из основной команды часто стараются проводить сборы здесь, именно в Анапе. Это отличная база, которую можно использовать для подготовки у себя дома в России. Потому что у нас не так много баз, не так много яхт-клубов. Даже не яхт-клубов, а сколько именно территорий, географических мест, где есть погодные условия, хорошая волна, хорошая погода, где можно тренироваться и готовиться к соревнованиям различного ранга. Учебно-тренировочные сборы продлятся до 11 октября. А уже в середине месяца старшая группа яхтсменов отправится на чемпионат России по парусному спорту в олимпийских классах, который пройдет с 15 по 23 октября в городе Сочи. Младшая группа парусников продолжит свои тренировки. Юным анапчанам предстоит защитить часть Анапы в Геленджике. 1 ноября там стартует всероссийская молодежная парусная регата. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». По прогнозам синоптиков, 10 октября в Анапе ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем – до плюс 17 градусов. Ночью прохладнее – 14 выше нуля. Ветер северный от 1 до 3 метров в секунду. Атмосферное давление – 762 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды – плюс 16 градусов. И в завершении выпуска информации о наших партнерах. Производство на предприятии «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начинает первичные консультации и диагностики амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Программа «Детокс-очищение организма». Прием врачей-эндокринолога и терапевта-кардиолога, УЗИ печени, электрокардиограмма, внутривенное детокс-очищение, нейрофизиологическое обследование, рекомендации по спортивным занятиям и индивидуальному питанию. Всего за 3049 рублей. «Анапа-Океан». Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok